Главная роль для каждого актёра, она своя, как в театре, кино, так и в жизни. О разных ролях одного актёра и одной актрисы поговорим сегодня в эфире программы «Вечер.Лайф» в студии сразу две звезды, Ольга Богданова и Тимур Еремеев. Добрый вечер, господа. Итак, вы приехали в Крым со спектаклем «Главная роль». Вы, Ольга, играете маму, а Тимур уже вашего взрослого сына. Ваши взаимоотношения на сцене и в обычной жизни, они тоже на уровне «Мама» и «Сын»? Нет, конечно. В жизни мы просто коллеги, но мы относимся друг к другу, я вот думаю, что я не совру, с большой симпатией. Да, во всяком случае, и спектакль ещё больше это подтвердил, потому что на сцене мы, наоборот, всё время сталкиваемся, и летят искры. Это происходит только по вине моей мамы. Мамы. Вот сама мама, она себя так ведёт, она так многого хочет от своего сына, она не даёт ему жить, при этом любя его безумно. Это, между прочим, многие женщины узнают себя, потому что наступает такой возраст, если в молодости мы востребованы, мы всем нужны, мы работаем, мы всё. Потом происходят потери, умирает муж, остаётся один сын, сын вдруг женится, она ни с чем не может примириться. И женщины узнают себя, но в основе отношений там всё равно, конечно, любовь. Она любит своего сына, но не хочет его отпустить. Тимур, вот удушающая материнская любовь. Ваш герой, он рад этой любви или она его в большей степени раздражает? Я, кстати говоря, играю, я вот сейчас вспомнил, не только, ну, формально, не только сына, но и мужа, так заявлено в программке. Обычно люди, которые читают программку, очень удивляются. Дело в том, что там в прологе я появляюсь в роли мужа, в роли, собственно, как бы отца. Они очень похожи между собой. Времени на этом тоже очень много строится в этом спектакле. А что касается удушающей любви, но, во-первых, там не первый год, они вместе, как мама и сын. И он в какой-то степени адаптировался в этой системе. А эта любовь была всегда? Эта любовь была всегда, она просто, насколько я понимаю, исходя из пьесы, обострилась в момент женитьбы. Да, и одиночество ее. Когда сын покинул, да, мать. И усугублялась эта проблема тем, что у нас с моей женой, моего героя с моей женой, долго не было детей. И нет их до сих пор на момент начала спектакля. И все это, как бы, вот, все это давит, давит ситуацию в семье. Но выливаются это, кстати, в довольно озорные, хулиганские и смешные картины. То есть там это не драма. Ну да, заявлена комедия, но по факту мы понимаем, что это проблемы общечеловеческие, семейные. Наверное, каждый с ними сталкивался. Насколько вот сложно перевести это в комедийный формат? Вы знаете, оно как-то само родилось. Во-первых, потому что финал очень оптимистичный. Там узнается, ну не буду все рассказывать, мне хочется, чтобы зрители не были к этому готовы, как развернется. Но все заканчивается хорошо, это главное. Хэппи-энд. А по ходу спектакля, моя вот героиня, она мало того, что она такая вот въедливая, из своего сына бьет веревки, при этом она еще человек очень талантливый, и у нее много всяких и превращений, и юмор идет прямо вот так вот. По следам каждой франции. Она актриса, она актриса бывшая героиня. Она актриса, она все время что-то хочет играть. То есть вам проще вжиться в ее роль? Да, да, да. Потому что это есть и во мне, потому что я в жизни тоже люблю разыгрывать разные ситуации. Ну и она разыгрывает. Мало не покажется. Друзья, ну не будем лишний раз анонсировать, да, раскрывать все карты. Действительно, зрителям будет интереснее воочию, вживую, увидеть это со сцены. Но тем не менее, вот отойдем от главной роли, от названия. Тимур, вот у вас главная роль, она была или только будет? Вы имеете в виду в жизни? В принципе, вот в вашей карьере. Я очень, как сказать, я не ищу этого момента. То есть мне не важно форму, ну галочка мне не важна, это не какая-то веха для меня, которую я обязательно должен пройти. Мне важна роль, мне не важен ее объем. Мне важен ее объем, как сказать, в переносном значении этого слова. Ну вероятно, есть такое, что вот она, вот этим я доволен, вот эта роль, это вот прям... Я обычно, мне тоже задавали такой вопрос, обычно я отвечаю, что я доволен некоторыми моментами, отрезками, фазами. Какими? Театр, кино? Нет, и про театр, кино нет. Я говорю, что имеется в виду фазами в конкретных ролях. Так, редко я бываю доволен ролью целиком. Есть какие-то моменты, которые меня радуют или наоборот огорчают, и я делаю выводы, и в следующий раз пытаюсь что-то исправить. А вы знаете, я вот хотела на эту тему, немножечко, может быть, так я влезла, но мы никогда не знаем, какая роль станет главной. Вот я тоже за свою жизнь, меня спрашивали, вот вы мечтаете, о чем вы мечтаете, какая роль. Тимур прав, что иногда может быть роль не такая и значительная, но вдруг ты в ней пережил какой-то момент важный для тебя, для твоего роста. Или вот мечтать, я хочу Анна Каренина, вот чтобы я была обязательно Анна Каренина. Потом сыграешь какую-нибудь дурочку деревенскую, именно там окажется твоя Анна Каренина. И запомнят это, да? И запомнят это, понимаете? Ольга, ну вот ваша первая роль в кино, если не ошибаюсь, девушка с аукциона из 12 стульев, да? Да. Леонид Агайдай, тогда вы учились на первом курсе, и мне кажется, это прям ошеломительное начало карьеры, это действительно успех. Но однажды вы признали, что предпочли бы закрыть глаза и не видеть первую половину своей жизни. Почему? Первая половина, вот вы знаете, я вообще считаю, что у людей так. Либо вот люди какой-то одной половины. Есть люди вообще, предрасположенные к молодости, радости, наивности, веселью и удачам в этой части. А есть люди такие, как я. Я, например, первую часть жизни во многом промахнула. Не потому что я такая ветреная или что-то, но я не отдала себе настоящего отчета в том, какая это профессия. Я так шла по волне, да? А во второй половине жизни я стала осознавать и людей, и профессию. Вот несет мне радость, и мне говорят, ну как вот вы к возрасту относитесь, спрашивают. Я говорю, великолепно. Во-первых, любой возраст несет такое счастье, и в любом возрасте есть такой глобальный интерес. Совершенно не нужно думать, что роль Джульетты, допустим, или какой-нибудь Афелии, лучше, чем роль Гертруды, королевы в «Гамлете», которую я играла. И, в общем, короче говоря, любой возраст – это прелесть, прекрасно. И мне больше нравится половина жизни, которую я сейчас проживаю. То есть жизненная мудрость уже, да, наверное? Наверное. А вы снимаетесь и в кино, и в телесериалах, да, безусловно, в театре играете. А что в приоритете? Вот говорят, что театры для души, а кино – это уже больше финансовые вопросы. Ну, кстати, вот летели сюда в самолете, и об этом с Ольгой Михайловной говорили. Я, по крайней мере, про это говорил, помните? Я сказал, что я не задумываюсь, как сказать, не планирую какую-то занятость наперед. Она как-то приходит ко мне сама, и я довольно органично из одного в другое перетекаю. И мне и то, и другое третье доставляют удовольствие. И наверняка есть еще какие-то сферы или там виды деятельности, и смежные с актерской профессией, или даже не очень смежные, которые мне очень понравятся. Я не задумываюсь. У меня нет задачи вот столько-то процентов жизни посвятить кино, столько театру, столько там видению. И это очень мудро. Мне кажется, просто занимаюсь тем, что мне нравится, если очень грубо говорить. Ну, наверное, и разноплановое действие, да, которое позволяет развиваться сразу в нескольких направлениях. И сейчас время такое. Вы знаете, мы все с удовольствием там идем, допустим, на телевидение, когда нас зовут, или в сериалы. Сначала все с улицом. У вас яркий пример, да. Да, я вот сейчас снимаюсь на районе, в Ленинграде тоже. Съемки только идут. Но очень интересные партнеры, такая группа. Я думаю, господи, вот есть и эта жизнь. Сейчас такое время. Я вот слышал, что вы устраивали вместе с Садальским. Там, да, вот первые ток-шоу на улицах Москвы, по сути, в виде импровизационных таких сцены. Да, это так, действительно? Да, это так. Ну, он такой мой друг. И я с каких-то, как мы говорим, с детских лет. Когда-то он даже делал мне предложение. Боже мой, слава богу, господь был на моей стороне. Вот честно, я читал биографию и думал, почему вы не вышли за него замуж? Вот господь уберег. Уберег. А я говорю, чем бы дело закончилось? Мы, наверное, либо убили бы друг друга. А может быть, и прижились бы. Но сам факт, он говорит, придешь домой, там ты сидишь, меня не устраивает. Придешь домой, там ты сидишь. И когда мы только учились, становились актерами, он все время меня провоцировал на это. Слушай, давай сейчас проверим, вот мы гениальные или мы не очень гениальные. Вот сейчас сыграем так. Ты моя жена, я твой муж. И он вдруг начинает на улице ни с тобой ни с тем, какая ты, как ты могла мне изменить? Нахалка, я тебя застукал. Я с тобой развожусь, пошла вон. Люди останавливаются и говорят, да как вам не стыдно, такая девочка, это же ангел. А вы говорите, пошла вон. Она мне изменила, это не мои дети. Люди, а кто-то говорил, молодец парень, надо вовремя с ними разбираться. И люди начинали друг против друга. Как-то как вот на ток-шоу. Все кричали. Он в это время меня брал под логоток и говорит, пошли, пошли. Пускай они разбираются, а мы гениальные. Сейчас это называется перформанс. Да, да, да. Условно, пусть говорят или старые окна с Дмитрием Нагиевым. Да, 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 да. Это было уже глубоко. Это было давно-давно. Тимур, ну вы вот стали, говоря о разноплановости действий, да, не только актерского формата, но уже и журналистского, наверное. Вы стали ведущим нового скандального проекта, как его позиционируют на Первом канале, «Семейные тайны». Театра и кино уже мало или хочется пробовать себя вот в новом плане? Если честно, я не видел пресс-релиза, потому что у меня здесь некоторые проблемы с интернетом в Крыму. Ну, не знаю про скандальность, не знаю, что они там увидели скандального, но скандальность имеется в виду, видимо, в наличии каких-то новых фактов, новых интересных подробностей тех событий, потому что речь идет в основном об исторических событиях, о событиях прошлого. Вы в роли ведущего? В роли ведущего, в роли корреспондента, потому что структура программы такова, что мы смотрим документальный фильм специально. То есть сценарием вы тоже занимаетесь? Я участвую в его обсуждении, участвую в разработке идей, да. Ну, это в каком-то смысле даже авторская программа, да. Но я повторяю, что скандальность не в студии, все довольно мирно, но интересно. Это важно. Там есть конфликты, есть споры, они очень жаркие порой, но я бы не назвал это скандальностью в таком привычном телевизионном формате. Это вообще непривычный формат. За что купил, за то и продает. Ольга, ну вот действительно, иногда необходимо выбрать новое направление, сменить, может, сферу деятельности, да. Иногда достаточно оставаться актером, да, но просто вот в других обстоятельствах оказаться. Вы побывали во многих горячих точках в свое время, награждены памятными наградами. Вы ездили в Чернобыль, были в Чечне, в Афганистане. Страх был? Вы знаете, нет. Вот, ну, как-то попав в этот театр, очень, может быть, сейчас прозвучит пафосно, но все-таки мы работаем в главном военном театре. Нет, театр российской армии, да? Да, театр российской армии. Я встретилась с такими актерами, как Зельдин Владимир Михайлович, Сазонова, Нина Панасин, Людмила Ивановна Касатки. Это наши корифеи. И вот они все летали в эти горячие точки, все выступали для наших военнослужащих. И как-то вот мы для себя как бы впитали с молоком матери, можно сказать, такую тему, что если где-то находится человек в погонах, и ему особенно трудно, то мы должны быть тоже там. И даже не страх нас, так сказать, сопровождал, когда мы ездили. Мы не отдавали себе в этом отчета. Но когда мы видели людей, тот прием. И, допустим, Чернобыльская, это же невидимый враг. То есть мы не понимаем, сколько тут радиации. Но мы видим, сидят ребята-солдаты. И вот у нас только одна мысль, что раз они здесь находятся, чем я лучше? То есть если я лучше, то я должна даже наоборот показать, насколько я лучше. И, в общем, им создать хорошее настроение. Мы так жили и живем. Кстати, вот говоря о Чернобыле, американцы сняли недавно сериал. Не смотрели его? Нет, я не смотрела. Я слышу много споров. Самое главное... Говорят, сняли неплохо, но достоверность... Да, достоверность там недавно. И самый главный вопрос звучит, почему сняли не мы? Я вот с этим вопросом согласна. Хотя я фильма не видела. Почему сняли не мы? Мне кажется, мы должны вот такие моменты своей истории, биографии, страны, я имею в виду, оценивать, осмысливать, снимать, доносить до народа. Потому что это очень большой подвиг и большая боль. Ольга, хочу продолжить эту тему. Нашел строки. Афганистан, разгар боевых действий. В комнату к трем женщинам заходит полковник советской армии, вручает одно из них оружие. В случае налета, говорит он ей, убей сначала двоих подружек, а потом себя. Что вы тогда чувствовали? Это же о вас. Вы знаете, да, мы были две молоденькие артистки. Постарше у нас была Алина Покровская. Нас трое было, и женщин я имею в виду. Она вот сейчас тоже здесь на гастролях. Алина Покровская в фильме «Офицеры». Она играла Любу Трофимову. Вот так это ее какая-то визитная карточка. Вот, и он пришел на полном серьезе. Знаете, мы-то относились к этому как к какой-то забаве, игре. Но этого же не может быть. А он на полном серьезе сказал, вы старшая. А тогда нельзя было никоим образом попадать в плен. И особенно если девушки, женщины попадали в плен, с ними разделывались, но уже по полной программе. Вот, и он сказал, нельзя, нельзя, понимаете, будем надеяться, что все будет хорошо. Но если вдруг, вот вам пистолет, вы сначала должны убить их. Ну, представляете, это называется вместо спокойной ночи. Такое услышать. И только потом уже опять, когда мы отматывали это назад, мы думали, как мы все это переживали. А в тот момент она взяла и говорит, нет, девчонки, я никогда этого не сделаю. Никогда, ложимся быстро спать. Все будет хорошо. И действительно, все было хорошо. Мы утром проснулись, и, конечно, нас прекрасно охраняли. Это было так, на всякий случай. Но это тоже было в жизни. Не такая уж и безопасная профессия актера. Тимур, мы говорили о том, что ток-шоу ваше все-таки новое, да? Не такое уж скандальное, да? Но без скандальной тематики не обойдемся. Вот вы не раз пытались доказать свое родство со знаменитым Спартаком Мишолем. Я сразу перебью без комментариев. Не будете ничего отвечать, да? Хорошо. Ну, хотя отмечу, что, я думаю, вам не нужны другие фамилии, потому что вы и так вполне успешный, узнаваемый, любимый многими актер. Да. Всегда интересовал вопрос, вот руки автографы не устают давать? Да нет, это не то, чтобы, во-первых, конвейер, а во-вторых, нет, с удовольствием, нет. Единственное, бывает, обычно у меня есть такой раз в год, я веду в Москве в Сокольниках праздник мороженого, и вот сериал «Отель и Леон», он очень популярен у молодых ребят, там в районе 12 лет, и там их бывает много, и вот там, там некоторым образом конвейер, но тоже не обижают. Узнают, вот, в большей степени, как актеры театра, кино, кухня, вот у меня, я сразу вот кухню, честно говоря, сказал. Ну, да, да, зависит от поколения, молодежь, да, больше кухня, отель. Отель и Леон. Да, кто-то по театру узнает, это невероятно приятно. В Москве иногда в метро, по театру это прям здорово совсем. Притом, что у нас сцена-то большая, там не всегда поймешь, что за лицо. У каждого актера есть какой-то вот формат, жанр, да, кто-то больше комедийный формат, кто-то там трагедию. Комедию и проще. Для вас что более близко и где более успешно себя реализуете? Ну, в кино, в кино комедия. В кино в основном комедия. Ну, первый проект у меня был, это «Любовь» назывался, кстати, я снимал его в Украине, летал туда полтора года. Это было замечательное время. Первый вообще, вот прям первый такой длинный линейный сериал, в котором я был линейным героем. Вот, это комедия, в основном комедия, очень редко выдаются роли в кино некомедийные. Что касается театра, то поначалу, как мне кажется, а, вернее, про кино еще хотел сказать, что в юности меня почему-то в кино тащили, ну, благодаря фактуре, тащили на героя. Я вообще не готов, я имею в виду памплуа, я вообще был к этому не готов. Я только сейчас, может быть, готов, я там ощущаю в себе и силы, и способности. Но тогда это была огромная ошибка, и мне кажется, может быть, поэтому в юности я почти совсем не снимался. В театре тоже началась комедия. Первый ввод у меня был Андрей Николаевич Бадульн, я еще когда служил в театре армии, у нас была команда актеров, там многие актеры проходили службу военную. Я уже во время службы ввелся в спектакль «Изобретательно влюбленный», очень волновался. Роль не то чтобы самая большая, но я пытался сыграть в ней весь мировой репертуар, и был самым заметным, как мне казалось, на сцене. Потом я понял, что это не совсем правильно. И вот так, как-то все обозрительно. Ольга, ну вот говоришь, что антагониста проще сыграть, да, он всегда более яркий персонаж, нежели там главный, допустим, герой. Вы знаете, а мне вообще кажется, что всякая роль характерная, если говорить от слова «идти», от слова «характер». Вот когда тиражируются там, допустим, герои, вот они идут прямо по экранам и на сцене тоже, герои, герои, герои. А ведь если разобраться, вот на каждого из нас посмотри, сколько в нас таких особенностей, которые начнешь играть, ну зачем, он же герой или она героиня. Мне, например, всегда интересно, когда в роли есть какой-то поворот. Например, сначала люди смеются очень много, а потом какой-то один, пусть даже маленький момент. Вот мы в интерпрезном спектакле, там с Танечкой Васильевой играем одну сцену, весь спектакль, все, грубо говоря, ржут там или смеются. А потом в одной сцене мы как-то друг к другу открываемся, две героини открываемся, и каждая говорит про какую-то свою любовь. И мы так друг на друга посмотрим, у нас прямо слезы. Мы радуемся, мы гордимся, что мы обе смогли вот так донести даже друг для друга свою боль. Хотя, в общем, это роли смешные. Очень здорово, что вы приехали к нам с гастролями, но не боитесь, что попасть вот в черные списки украинских националистов, та же база миротворец, на Украине, так уж точно на Украину путь заказан теперь? Ну, я, во-первых, я повторюсь, что я летал полтора года на Украину, мне очень много там осталось друзей, очень много коллег, и я не знаю, я первый раз с этим сталкиваюсь, я в Крыму первый раз, если брать новейшую историю, да, не знаю, мне кажется, должно что-то измениться, не может быть вечно так сложно. Я стараюсь жить, стараюсь очень жить без политики, понятно, что она окружает, она подступает, она не дает покоя постоянно, вот, но я стараюсь жить без политики, я здесь не в качестве манифеста, я актер, который приехал играть спектакли. И в этом нет никакого, для меня в этом нет никакого знака, я очень рад встретиться, и, вот, поверьте, и с крымскими зрителями, и с киевскими, и с новгородскими, и с мытищинскими, я люблю зрителя вообще, любого, если зритель нас ждет. Да, Ольга, ваша позиция в этом вопросе. Обожаю этот край вообще, люблю, люди тут необыкновенные. И когда в 2014 году вот произошло то, что Крым, опять это слово, наш, стал наш, а для меня он всегда наш, вот, значит, в этот год как раз мы приехали с концертами. Это были не гастроли театра, а концерты. И мы пережили какую-то колоссальную эмоцию, мы даже сами не верили в то, что с нами происходит. Потому что все наши концерты заканчивались, это театр наш, заканчивались просто каким-то невероятным братанием. Мы чувствовали, что мы братья и сестры. Мы просто впали вот в эту эйфорию, причем очень искреннюю. Искреннюю заканчивался концерт, люди нас ждали. Мало того, что мы фотографировались, подписывали, это как всегда. Ну плюс, разрешите вас обнять, давайте обнимемся. Это было реальное братание. Вот как это назвать, политическое это или не политическое. Мне кажется, это что-то кровное и человеческое. И в этом есть, вот только в этом есть глубокая правда. Правда наших человеческих отношений, которые нельзя разрезать, нельзя разорвать. Понимаете? И в этом плане, я даже не думаю, потом, буду ли я ездить на Украину. Я тоже, как Тимур, надеюсь, что все встанет на свои места. И будет мир. Но в данный момент, вот мы просто в Крыму. И это нас безумно радует. Мы ждем встречи со зрителем сегодня. И все. И в этом нет, может быть, никакой политики, но есть любовь. Любовь, да. Я, кстати, про людей. Люди потрясающие. Правда, я шел с пляжа. И поскольку, как я сказал... Уже открыли сезон, да? Да, да, да. Вечером вчера по прилету, и сегодня днем. И поскольку проблемы со связью, зашел в кафе пляжное, подключился к Wi-Fi. Взял стакан пива. И можно говорить пиво, да. Ну, уже сказано. Мало ли. И уже в процессе сижу, пью, копаюсь в телефоне, и понимаю, что я кошелек оставил в гостинице, потому что я же шел на пляж, чтобы, ну, мало ли. И я официанту это все честно рассказал, в Москве бы меня, я не знаю, мне кажется, забрали у меня паспорт, я бы ждал полицию, писал расписки. И он, мало того, что отпустил меня с миром, он за меня в этот стаканчик, где счет, положил деньги и сказал, ну, а то принесет. Господа, добро пожаловать в Крым. Спасибо. И, кроме того, благодарная аудитория, благодарные зрители, но в том числе потому, что актеры, которые в полной мере соответствуют ожиданиям. Благодарю вас за беседу, было действительно очень приятно, очень душевно вам успехов. Зрители, благодарю за внимание, увидимся с вами на следующей неделе в программе «Вечер лайф» и обсудим то, что обсудим. Субтитры сделал DimaTorzok